Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподатель принесились в нас, И очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай нам единодушие и единомыслие, Господи. Пребудь с нами и в этот вечер. Тебе же славу осылаем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сергей, а что-то трансляции я по ссылке прошел, там нету. Ну идет на моей страничке, я включил. Не с группы, а от своего имени с группы у меня не получилось. На мою страничку заходи, идет сейчас трансляция. Я просто... Только с телефона можно, оказывается, смотреть. Да нет, я с компьютера смотрю, но я не знаю. Тогда по фото, Сергей, мне ответ. Тут я прочитал, что Димитрий Лемеш писал в группе Вячеслава, там мои эти Адати Шикотаны и Святая Русь пели. Что за группа? Эта группа не моя, а Игнатий Тихнич, ваша. Я просто там веду, я веду там, он это имел ввиду. Когда он пели, говорит, а тебе песни понравилось. Ну ладно, ладно, все. Так, микрофоны проверьте, пожалуйста. Сегодня 31 января 2020 год. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или зловечивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Толкование. Так, экран сейчас сделаю, благодарю. Видишь ли, видишь, не один только был блудник, но и другие. И не один порог, а различные. Но каким образом брат может быть вместе и идолослужителем? Да, ссылку бросьте мою, где трансляция идет, в группу Игнать Тихонич. Бросаю, бросаю. Как некогда самаряне только в половину были благочестивы. Так случилось и с Коринфянами. То есть, некоторые из них держались еще идолов. Сверх всего апостол приготовляется говорить о тех, которые ели идоложертвенное. Хорошо сказал, называясь братом. Ибо всякий, кто виновен в вышеисчисленных грехах, носит только имя брата. На самом деле не есть брат. Так, если кто, называясь братом, остается блудником и так далее. С таким даже и не есть вместе. Чтобы он признал себя скверным по причине греха и удержался от него. Пожалуйста, у кого есть вопросы, комментарии. Хотел бы добавить тут, что это речь о братьях именно, христианах. То есть, это речь не о мирских, а именно о братьях. Чтобы их пристыдить и чтобы на них повлиять, с ними даже и не есть. А в другом месте, то есть, это все сходится. Вот как и Яков говорит, что и гнушается даже одеждой. То есть, это все сходится. То есть, вот именно такое должно быть отношение. И сегодня вот такого в церкви православной, такой заботы о ближнем, который находится в блуде, или все-все-то, нет абсолютно. А хотя каноны, по сути, они строго следуют вот этим указаниям апостола Павла. или апостола Иакова. Они сделали епитимью, что человек выходит, не стоит с верными. То есть, каноны строго идут по Писанию в этом деле. Ну, ты сказал абсолютно. То есть, нигде это не соблюдается. Тут у нас соблюдаются. Прошу прощения. Да. У нас в нашей крестовозвиженской общине в городе Барнауле соблюдается. Я думаю, и в Потеряйской тоже соблюдается. Да, там оглашенный выходит. Вот. Даже соблюдается, что конкретно впал в грех за одним столом с трапезой. За отдельным столом трапезничают. Все с тринтом принесут, приготовят там все. Вот. Такое практикуется. Я не знаю, у кого из присутствующих есть такое. Поделитесь. У нас это есть. То есть, мы община, да, с пьяницами, да. В частности, у нас вопрос задается. С пьяницами так же, как с блудниками. Да, и с пьяницами, так же, как и с блудниками. Ибо пьяницы царства Божия не наследует такой же грех. Может, он и менее тяжкий, но, однако. А для чего? Я думаю, для того, чтобы устыдить. Устыдить брата. Все со мной это, в частности, происходило. Вот я перед вами свидетели. А три года был в оглашении. Стоял в коридоре, плакал, молился. И это мне очень пошло на пользу. Вот, то, что сегодня в церкви творится, ну, что об этом говорить. Все об этом прекрасно все знают. Единственное, не нужно отчаиваться. Нужно из церкви ни в коем случае не уходить. Церковь больна. Вот, и нужно нам... Да, Игнать Тихонович, пожалуйста. Я сегодня материал сбрасывал. Там меня спрашивала одна, Ирина. Она хорошая? Она хорошая? Что в священниках молодых 30 лет подходить к нему не подходить? Я выписал право. Вы хорошо запомните этот вопрос. Дескать говоря, она написала, какого числа в патриархии было там совещание. И они... Да что-то там кто-то близко микрофон или что-то, что эхо-то идет такое. Ну, я веду запись, трансляцию. Может быть, отключить тогда? Слишком плохо. Ну, я не знаю, чтобы другим-то не мешало. И... Хватит, что просто сделаю у себя. Хорошо. Запомните, 6-й Вселенский Собор, второе правило. И 7-й Вселенский Собор, первое правило. Каноны называют трубами Духа Святого изреченные. Я сегодня скидывал материал. Считали? Здесь, где у нас занятия идут, я сюда материал скинул. Нашу переписку с этой Ириной. Читали? Читали. Что делать? Она сама спрашивает. Я ей только говорил, да или нет. Значит, иди в другой храм. Вот у нас был такой иеромонах. Он иеромонах. А 30 лет не было. Никого он не благословлял. Ничего. Стоял среди всех. Нетрудное правило-то. А приняли решение, кто-то там в патриархии. Вселенские Соборы поместные в общей сложности. 1500 епископов за этим стоит. Многие из них канонизированные. Если уж на то пошло. Зачем нарушать-то, когда 6-й Вселенский Собор, 14-й, 15-й правило запрещают. Притом правила не дают объяснения, почему нет и всё. Почему у женщины за один набор 10 лет отлучения? Не написано. А здесь написано. Ибо и Христос вышел на проповедь не ранее 30 лет. Слова-то какие. То есть эти люди, которые раньше рукополагают, их с 18 придумали сейчас, патриархии-то. Они лезут выше Христа, выше креста. Отошёл. А у нас такие есть, вот сейчас, как кормят, ну, сёстры, праздник, обед. А он, там, запился было время, сейчас вернулся, покаялся. И вот тут, где у нас кухня, там стол стоит, всё. И там, ну, кто-то у нас одновременно, как кочегарочка маленькая-то. Там он обедает, он не пытается, зачем за стол. А оглашенные, когда готовятся ко крещению, они вместе с верными. Потому что они отстали от греха. Всё. Прости, Христос. 1 Карифонам 5.12 Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Толкование. Внешними называют эллинов, а внутренними христиан. Я, говорит, нисколько не забочусь о внешних. Они живут вне моих законов, следовательно, излишне предписывать божественные повеления тем, которые живут вне двора Христова. Закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Римлянам 3.19 Вопросы? 1 Карифонам 5.13 Внешних же судит Бог. Итак, изверните развращенного из среды вас. Толкование. То есть, апостол, сказав выше, что мне судите внешних, теперь присовокупил. Нет. То есть, не моё дело судить их. Но другие считают соединительные с вопросом. Не внутренних ли вы судите? То есть, не христиан ли вы должны судить? Внешних же ожидает страшный суд Божий, от которого избавятся внутренние, если получат суд от вас. Привёл на память изречение ветхозаветное. Таразаконие 13.5 А пророка того, или сновидца того, должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской, и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя, желая показать, что уже прежде угодно было законодателю, чтобы люди нечестивые, отсекаемы были от общества. Словами, из среды вас показывает, что более для них будет пользы, если извергнут от себя нечестивого. Вопросы, дополнения, комментарии. То есть мы должны понимать, что для нечестивого гораздо полезнее отлучить его от причастия. Дать эпитимью гораздо полезнее выставить в коридор за дверью, чтобы ему стыдно было. Это и есть проявление любви. А сегодня проявление любви к деньгам у коростолюбивых священников. А если я его отлучу, себя в первую очередь нужно за дверь-то выставить священнику. И он совращает, сегодня пересматривал ролик опять, вот эта социальная концепция, что брат Виталий с этим борется, там Сутармин тоже, прелюбодейная ересь, она это называет. При живых женах официально разрешается вступать во второй брак, причем даже и виновной стороне, через эпитимью, правда они говорят, но отстоял ты эпитимью и что теперь, в прелюбодейный брак разрешается вступать, мне это непонятно. И нам здесь говорит, что должны извергать из среды себя таких людей, не просто которые прелюбодея, а те, которые разрешают это прелюбодейство. Так что теперь, секта уходить, что ли, если мы от священника откажемся, который вот такой беззаконник говорит, что делать, как быть. Каноны попраны, это каноны вехи, мы должны четко ими руководствоваться на пути спасения. Если этих вешек нет, мы заблудимся на пути спасения. Вопросы по-прочитанному. И вот нам толкователь-то еще говорит, даже в Ветхом Завете уже было Господу угодно, чтобы вот, которые совращали с пути истинного, которые не по Слову Божию поступали, пророками они на них названы. Истреби зло из среды себя. Также и вот этого учителя, он был учителем, о котором мы на прошлом занятии читали, он был блудник. А они вместо того, чтобы плакать и молиться, ну, снисходительно к этому относились. Экономия тогда у них была, и Павел эту экономию в пух и прах разбивает. Не экономия, а экономия снисхождения. Кто сказал из святых, если древние святые не знали пощады вот к таким блудникам, то и от нас пощады не ждите. Не помните? То есть это, да, Игорь Тихонович? Это митрополит Иона, киевский, который стал московским. Митрополит Иона. Благодарю. А то, что экономия этого блудника прощает, то есть он исповедуется, прочищается, опять идет блудить, они просто тогда закосневают в этом грехе, ему уже не стыдно. И он думает, что это так и должно быть, и он вообще это за грех перестает считать. Да он его никогда за грех, может быть, и не считал, раз он так поступает. Но совесть ему подсказывает, что он не так делает. Ну как? Ну все же так живут. И вот этот блуд в церковь хлынул, и все там вот... И Галкина Максима повенчали с Пугачевой, хотя она была замужем за Киркоровым в церкви. Все об этом знают прекрасно. Почему это происходит? Вывод один напрашивается. Значит, сами они блудники. Потому что если бы они были верны, как бы они боролись с этим грехом? Выводили бы, отлучали бы, увещевали бы, устыжали бы, не прикасались бы, не ели бы вместе. Страха Божия нет, брат говорит. Я убежден, что сегодня тайна, ну как тайна, не афишировано действует учение, как вот написано, учение Николаитов. Вот что-то в этом роде. Или как вот в Великом Инквизиторе. Вот нечто подобное. Сегодня как-то внутри церкви, будучи, модно находиться в грехах и как бы об этом все время говорить. Что, ну вот... И обличать вообще такого нету понятия. То есть оно ушло. И мне кажется, виноваты здесь именно вот это монашествующие многие, которые... Допустим, я читал много всяких советов монахов, которые говорят, ну брат согрешил, если ты должен промолчать, ты ничего не должен говорить, ты должен просто плакать о нем, молиться, все, ничего. А Евангелие говорит, согрешил против тебя, брат, иди его, обличи его, или выговори ему. Не послушай там, возьми другого брата, потом скажи церкви. То это же были методы, как раз таки, вот это исцеление внутри церковной, внутри церкви. И вот эти методы, вот из-за этих учений человеческих, монашеских, которые привнесены, были, они много отвергнуты сегодня. И раз этого нет, то очищение не происходит. Очищение происходит оскверненными от мира, все находятся в состоянии осквернения от мира. А если оскверненные от мира, то Дух Божий ты не можешь же там присутствовать. И только на отдельных людях. Вот что характерно, Иакова 4.4 говорит, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не сказано там, воры и убийцы, а прелюбодеи и прелюбодейцы, потому что это такой грех, ну, скрыт. А что ты меня отсудишь, а что ты со свечкой стоял? Понимаете? И он, блудник, думает, ну раз в темной комнате это и писание говорит, ну, кто видел меня? Никто не видел. Потому что это делается ночью, как правило, при закрытых дверях. Вот. Но венчание это в церкви делается на всеобщее обозрение. Вот что, и что тут скажешь, страха Божия нет, и ничего нет. И что касается вот суда, тут же нам толкователь говорит, то есть, вы судить, вы судить будете ангелов, и вы своих должны судить. Так а как же написано, не судите, да несудимы будете, казалось бы, такая несостыковка. Здесь нужно судить, принимать в констекте, обличать. Судить и обличать, уже говорили об этом, какая разница. То есть, когда ты человека осуждаешь, ты становишься на место судьи, на место Бога. То есть, ты его осудил, все, нет тебе никакого оправдания, ты вор, там, блудник, и горит тебя в аду окаянный. А когда ты его обличаешь, брат, не надо, нехорошо, ты какой делаешь соблазн другими-то. Дети на тебя смотрят, и они тоже блудить начнут. Давай, исправляйся. А что ты свечку держал, а что ты меня осудишь, что ли? Да у меня все нормально. У меня, я вот вчера исповедовался, причастился. Меня батюшка благословил. На что, на блуд благословил? Так извергать нужно и батюшку, и тебя обоих. Так нам писание учит. А куда теперь? Ну вот они такое зло творят. И что теперь делать? В другую церковь бежать или как? Вот вопрос. Извергнуть их, его не извергнешь. Как ты его извергнешь? У него власть, он сам тебя в первую очередь извергнет. Отлучит тебя от всего, если ты будешь правду говорить. Ну а Сергей Тушенко пишет. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Исайя 6.1 Может и нужно их всех выгнать? Тогда все полнота действия Святого Духа вернется. На словах-то хорошо говорит. Вы попробуй выгони его. Сели на Моисеевом седалище книжники и фарисеи. Христос брал бич и выгонял торгующих из храма. Хулиган скажет, а какой властью ты нас судишь? Там к нему же начали потом претензии к Христу. Что он ответил? Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот к Игнатию Тихоничу вопрос как раз. Выгонять их всех или не выгонять, Игнатию Тихоничу? Или пусть? Вопрос вам задают. Что делать, если вот такое в церкви творится? Терпеть, молиться, плакать или что? Но сейчас считаем конкретно. Изгонять. Игнатию Тихоничу ходит от ответа. Потому что действительно дело непростое изгонять. Начни сейчас изгонять. Это только Христос мог изгонять, а ты кто такой? Ты их в одном держи, конверт, и сюда, чтобы там были. Не пользовал. Глава шестая. Первая Коринфянам 6.1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Воптолкование. Многие судились в денежных тяжбах перед эллинскими судьями, как законоведцами. Поэтому старается исправить это зло, которое представилось ему его случайно. Ибо упомянув о любостяжателях, вдруг воскипел ревностной заботливостью о зараженных таковым грехом. И смотри, какое негодование показывает с самого начала, называя это дело дерзостью и беззаконием. Не сказал у неверных, но у нечестивых, ибо всякий тяжущийся обыкновенно ищет справедливости. Поэтому апостол показывает, что они не найдут ее, потому что неправедны, говорит, судьи эллинские. Как же они тебя будут судить справедливо? Святыми называет верных, самыми наименованиями показывая различия между первыми и последними. Ибо одни нечестивы, а другие святы. Вопросы? Ну вот многие, читая это местописание, считают, что тут запрещается вообще судиться, как таковое. Но здесь речь идет о братьях, то есть, что когда мы верующие люди, и между собой что-то поделить не можем, и обращаемся в суды. Вместо того, чтобы обратиться в церковь, для этого более священникам, епископам, ну то есть церковные дела, чтобы нас должны судить святые. Но это не касается того, когда ты с мирскими людьми, которых не действует, то есть, никакое, ни церковь, ничего, тогда судиться можно, конечно. Да, правильно. Правильное замечание. И второй вопрос. А где сегодня церковные суды? Что это за институт? С чем его едят? И когда-то он был ли? Ну, читая послание Коринфянам, верим, что он был. И между братьями были тяжбы денежные. Один другому взял в долг, не отдает, завтраками кормят, как бы. А дай-ка я его на него в суд подал. Апостол говорит, а зачем? Вы же братья, да еще и судитесь. Но если уж такое произошло, давайте между вами рассудим, сколько ты у него брал? Когда обещал отдать? Почему не отдал? Когда отдашь? Давай, пиши расписку. Все, если не отдашь, все, приходим к тебе, изымаем. Присылаем тебе этих, кто они, которые долги-то вышибают. А сегодня посмотришь, ну, вот эти вот мирские, эллинские мудрецы. Денег бери под проценты, под огроменные, вот эти, вылетело из головы. Конторы-то, которые звонят и... Вот я взял кредит, допустим, в банке, да, отдавать его не хочу и не буду. Ну, не я, я просто, как апостол Павел, примерить. Коллектор. Коллектор, да, благодарю. Все, у меня коллекторы начинают с меня требовать законно свои деньги, которые я у них взял под проценты. Я обращаюсь к другой бригаде, так скажем, или как она называется. Они на этих коллекторов наезжают, и все, и все, и мне долг списывается, прощается. И это все на официальном уровне, и все. Когда были лихие 90-е, были вот эти вот ракетеры, там было кто сильнее, у кого сила была, ну, те, те как-то и физически расправлялись с должниками. Их боялись. Сегодня ничего они не боятся. Взял деньги, можешь не отдавать, ничего тебе не будет. Официально как-то там все сделал. Или половину отдашь хотя бы, там они попилят все этот твой долг. Хоть что-то с тебя взять. То есть это практикуется, вот это вот в мире совершенно взял и не отдал. Ну, это же мошенничество или воровство, или как это по-другому называется. Безобразие они, условно. А сегодня епископы грабят священника, срывают у него крест серебряный у всех на глазах, и даже ничего не... Известны случаи такие. Отбирают у него диктофон, и все, и... Вот тебе церковный суд. Мир всем. С миром. И вот что касается... Отбирается у меня. Первое... Микрофоны, смотрите. Первое, Коринфянам 6.2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Толкование. Поскольку верные, как люди не ученые, казались неспособными разбирать тяжбы, то сообщает им вес и важность. Во-первых, назвал их святыми. Потом сказал, что они будут судить мир. Не так, впрочем, это должно представлять, будто они займут место судей и будут произносить приговоры. Судить будет Господь. Нет. Они только осудят. В самом деле, если они, будучи подобны всем прочим, оказались уверовавшими, а эти неуверовавшими, то не осуждение ли это для неверных? Смотри. Не сказал, от вас суд примет, а вами будет судим. Потому что вы, уверовавшие, были примером для мира. Изречение «не достойны судить маловажные дела» имеет такой смысл. Кажется, коринфяне стыдились быть судимыми от внутренних. Посему, говорит, напротив, стыдно вам тогда, когда вы судитесь у внешних, ибо эти судилища худые, а не такие, каковы внутренние. Ну, вот, значит, им было стыдно судиться в церковь. В церкви-то, как бы, все знают друг друга, как большая такая семья, деревня, и стыдно им было, и они судились у внешних. Вот такое даже было. А Павел, говорит, наоборот, вам должно быть стыдно там, за церковью судиться. Вот. Вот читаешь и только и вздыхаешь, неужели такое было, и что сейчас, как далеко церковь ушла от этого первоапостольского пути. Вот. И я вот со знакомой разговаривал, она говорит, мне очень улыбает, когда я слышу, вот в частности, Сутармин, говорит, я подам на него в церковный суд, там, на священника, который повенчал там его жену с другим, там, и они в церковь ходят. И она говорит, какой суд, когда это было, что это, где этот суд? Вот, это просто, ну, слова, хочется верить, что этот суд должен быть, и он должен быть в церкви, и должны осуждать эти все деяния, и разбираться, не на словах, только на деле, и конкретно принимать конкретные решения. Да. Ну, это, наверное, рабское такое состояние, когда человек ощущает себя бесправным, и о своих правах даже боится заявить. Да, совершенно верное замечание. То есть, получается, что батюшка – это идол, который отлучит тебя от причастия у него, но это власть, и ты без этого причастия, у тебя вера такая, что ты помрешь. Они играют этим причастием, причем, ладно бы, если бы они играли им справедливо и законно. А то же они отлучают обычно правдолюбцев, которые говорят о беззаконии в церкви. Вот что, ну, да. Сергей, мне кажется, тут, ну, отлучать это, это, как бы, не к нашей теме, к церкви, потому что они, это в сусарообрядцев там они, они с этим играют, да. В московской патриархии там это особо нету. Там самые бесправные – это сами священники. Вот они, кто самые бесправные, так это они. Они вообще ничего и не могут никуда пожаловаться и ничего сделать. Над ними епископ, просто король, царь, который что хочет с ним, то и делает. Если мирянин, допустим, если что-то ты, священник, не так сказал, мирянин, он пожаловаться может, там, благочинному и прочее, и прочее. Это сколько я знаю священников тоже из-за этого пострадало, из-за того, что жалуются и там говорят, что якобы тот раскрыл тайну исповеди. То есть, можно. А что сами священники, вот они полностью бесправны, в таком сегодня состоянии находятся. А вот у старообрядцев, да, они там могут это отлучают, там они, ты там не так крестишься или еще что-то. Ну, я когда говорил, я имел в виду старообрядцев, да. Вот. А то, что священники бесправны, ну, они сами себе выбрали этот путь. Почему такое произошло? Когда этот произошел перегиб? Ну, я вот сейчас начитываю папку «Русская православная церковь» на нашем сайте. Очень богатые материалы. И виноват, оказывается, не Сергий Строгородский, который вот стал симфонию с властями. Ведь из-за власти государственной, вот эта власть государственная, мирская, она не дает церковной власти дыхание-то. И вот об этом мы сейчас читаем. То есть, государство, оно не может судить справедливо, оно не верующее, оно не как. Судите все верно, пусть он безграмотный, пусть у него нет юридического лица, но он верный, он Бога боится. Сегодня делают опрос у студентов юрфака. Когда вы закончите и станете судьями, будете ли вы брать взятки? 80% отвечают «Да, будем». А что скажет неверующий? У него страха Божия нет. А закон вести, допустим, государственный, что на эти должности ставят только верующие, которые верят в суд Божий, который в страх Божий есть. Неважно на данном этапе православный он или мусульманин. Бога боится ответственности перед Богом. как Евангелие сказано, по неотступности судья смирился. Он тоже не верующий был. И на нем написано «Бога не боялся и людей не стыдился». Он написал, писал эти жалобы, писал, а он рукой махнул уже. «Ладно, уступлю». Сегодня есть жалобы, это никто не пишет. Почему? Потому что мы свыклись, смирились вот с этой несправедливостью, с этим беспределом, так скажем, и церковным, и мирским. Нет правды на земле. Да оно и нет, и справедливости на земле ее искать, это утопия. Она будет на небе. Есть грозный суд, есть грозный судья. И только уповая на это, что когда-то Господь воздаст, дает силы этим обижаемым людям. А людям, да, и самим так удобно. Ну, обманули и обманули, или что имеется в виду, Евгений, самим так удобно. Кому удобно? Что удобно? По стиху можно вопрос? Да, конечно. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Каждый святой будет судить мир. То есть все святые или какие-то части? Можно ответить? Можно. Речь не о том, что они все будут судить, тут уже мы прочитали, а о том, что своим поведением, вот Игнат Тихонович, он так свою жизнь вел, что когда на суде пристанем мы, то его дела осудят нас. То, что раз он смог, почему мы не смогли? К примеру, вот это в этом дело. То есть этим мы и осудим, то есть этим святые осудят не других людей. Вот в этом, как бы под этим подразумевается. А еще вот это касается, что вот отлучение, да, Ксения Юрова правильно писала, Сергея, вот Игнатова, его отлучили на один год. Она пишет, на причастие похоже. Вот за что спрашивается? По канонам никакие не нарушил, то есть грехи никакие не совершил, а на год отлучения. То есть видите, как дьявол все переворачивает. Одновременно, с одной стороны, они не отлучают за то, что должен отлучать по канонам, и в то же время будут отлучать тебя за то, что ты не должен. За то вообще никак нельзя отлучать, нет никакой власти. То есть все перевернуто. С ног на гул не просто не исполняется, а переворачивается с ног на гул. То есть противобор, ну как бы богоборческое уже такое. Да, Лен, понятно тебе ответ, что в контексте нужно смотреть, что... Вот еще раз, потому что вы, уверовавшие, были примером для мира. То есть, ну это имеется в виду. Да, понятно. 1 Коринфянам 6.3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Толкование. Ангелами называют бесов. Итак, мы и бесов осудим, если несмотря на то, что обличены плотью, окажемся совершеннее их, не имеющих плоти. Ну вот тоже надо не забывать, что есть мир видимый, мы обличены плотью, а есть мир невидимый, то есть бесы, ангелы, падшие ангелы, есть ангелы-хранители, добрые ангелы, которым мы молимся, имеем молитвенное общение с ними. А есть падшие ангелы, которые на страшном суде тоже будут нами судимы, но не в том плане, что, как мы представляемся, сядем на престоле, суд присяжных. Нет, не это имеется в виду, а мы будем в качестве свидетелей, в качестве примера, доказательства, что они же будут оправдываться, они скажут, да все блудят. Вот товарищ, пожалуйста, девственник или покаявшийся блудник. И все, их не уста замолкнут. В этом плане, то есть мы будем своим примером верности Богу осуждать ихнее неверие, неверность Богу, неверность Его заповедям. Первое Коринфянам 6, 4, 5. Или у кого-то еще дополнение есть по прочиткам. Вот Евгений пишет, волки в овечьих шкурах. Да, и апостол Павел, он пишет, что он прям к вам самим на это наперед восстанут из вас самих, из верующих, восстанут люди, нещадящие стадо, то есть верующих. И дальше характеристика этих волков, потому что они будут вести за собою, а им для чего им нужно это, вести за собой, а не за Христом. Корыстолюбие. Игнать Тихонич об этом говорит, трусость и корысть. То есть священник боится епископа, епископ ничего не боится, у него власть в церкви, его крышует государство, он уверен в себе. Все. Я начал говорить, что сергианство, оно еще было до Сергия. То есть нам нужно не Сергия, не декларацию его предательскую осуждать, потому что мы принадлежим зарубежной церкви и мы вышли из московской патриархии по двум основным причинам. Это предательская декларация, симфония с властью, с мирской властью, которая судит и лезет в церковные дела. Неверующие люди указывают, как нам, кого отлучать, кого не отлучать. Вот Игнатова отлучили. Кто им, за что? Сверху сказали, тот, кто деньги, тот, кто храм построил, или что? Я не могу понять, кто рулят. Или он волк в овечьей шкуре. Ну ладно, он ему, Игнатов, что он такого сделал? Он ему мешает зарабатывать, как он в Карамазово, кто и правильно Вячеслав Семенов заметил, он пришел нам мешать. Мешать, если бы сегодня Христос пришел, или такие, как Игнатов, как Лапкин, как другие. мешаем им этим волкам в овечьих шкурах обманывать пасту. Сергей, это же не только священство касается, это любую структуру государственную, здравоохранение, образование, полиция, там, везде одни и те же законы. То есть, эту систему сломать невозможно. Да, апостол Павел, он и не призывает эту систему ломать. Внешних судит Бог. Вы в церкви у себя наведите порядок для начала. Еще вы туда бежите в мирские суды. Рыбок нет с головы. Если в церкви не можем у себя порядок навести, то что нам уж обличать, хотя мы обязаны и их обличать тоже, и их любить, этих внешних. И если в церкви называясь братом такое безобразие творит, называется он, уже не брат, его отлучать надо, а у нас лже-братья, верных братьев отлучают, того, что печально. Можно я еще? Да, да. Я имею в виду, что если бы каждый храм был отдельной структурой, внутри храма можно было навести хоть какой-то порядок. Если не в этом, то в другом. И так далее. А здесь это система, и поэтому здесь, мне кажется, в системе ничего уже не сделаешь. да, порочная система. А кто эту порочную систему придумал? Католики. Непогрешимость папы, то есть он глава, вот он все, вот он, ну а потом, а у нас православие, монашество, это тоже, тоже беззаконная такая организация. написано, епископ должен быть муж одной жены, то есть неогрязательно он должен быть женатый, но, во всяком случае, он не двоеженец должен быть. Сейчас двоеженцы, многоженцы, епископы, и что они? То есть, они считают это приемлемым для церкви. А раз это приемлемо для них, то и приемлемо для посолных, они волки, то есть они ведут за собою. И люди им жертвуют. За что? За то, что вот мы разрешим им грешить. Как вот великий инквизитор. Что и происходит. Об этом Достоевский прекрасно написал. И вот у христиан, у них такой вот знак рыбка. А рыбка, она должна плыть против течения. То есть, мы должны все-таки бороться. Мы церковь на земле воинствующая. Нас будут убивать, страдать, мы будем страдать, изгонять. И Христос об этом предупреждал. Ученик не выше, учителя гнали меня, будут гнать его. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Им свет неприятен, ненавистен, но не будут с этим светом бороться. В первую очередь в церкви. Дьявол все перевернул, как правильно Вячеслав заметил. 1 Коринфянам 6,4,5 А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Толкование. Желая отклонить их от внешних судилищ, говорит, может быть, кто-либо скажет, что в церкви нет никого мудрого, который мог бы разбирать тяжбы. Но если, по вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого, то лучше поставляете судьями уничиженных, нежели неверных. Впрочем, я сказал это к вашему стыду, если в самом деле так мало мудрых у вас, что суд производить должны люди простые и необразованные. Слова между братьями своими присовокупил для того, чтобы показать, что в таком случае, если бывает тяжба с братом, не нужны многоразличные сведения, потому что братское расположение всего более содействует к прекращению спора. 1 Коринфянам 6.6 Но брат с братом судится и при том перед неверными. Толкование сугубое зло. Одно то, что он производится с братом, другое то, что он производится перед неверными. Вопросы? Ну, тут такой вопрос возникает. Писание нам говорит, не лучше ли бы вам оставаться обиженными? То есть, обидел тебя брат, ну и прости ему, и к этому Господь нас призывает, что сколько бы брат у тебя прощения не просил, до 77 раз прощай ему, прощай, прощай. Так ли на самом деле нужно поступать? Всегда ли нужно прощать? И не приведет ли это к тому, что брат этот станет лжебратом и обнаглеет, зная, что всякий раз его простят, а не выставят за дверь с позором, как вора или как мошенника? мне кажется, если ему это не будет вредно, то есть, вот именно исходя из пользы ближнего, то есть, иногда надо уступить, но когда видишь, что это страсть у брата, вот ее надо лечить, уже не ради даже того, что у тебя отнято, а ради брата, чтобы исцелить его болезнь нету, потому что это будет тоже безразличие, если, к примеру, один человек берет постоянно в долг брат у тебя и не отдает, ну не отдал он там по забывчивости или был уверен, что он отдал, но забыл, это надо простить, конечно, ну если человек уверен, что он отдал, ну у него там что-то в памяти, но если он является, это у него какая-то страсть, ее надо, конечно, обличать и исправлять. Да, хорошее замечание, не ради своего, не ради, чтобы свое вернуть, а ради того, чтобы брат покаялся. Заповедь не укради, ты украл у меня, ты не отдаешь, ты погибнешь, если не покаешься. Вот у меня случай на работе был, хотя не с братом, но с другим, я деньги тоже дал в долг, ну и жду, там как бы он договорились, что в этот момент отдаст, ну и не было, и не отдал, ну я не говорил ему ничего, я не говорил, не говорил, и через полгода он меня опять спрашивает, а я говорю, а ты тот отдал, а он говорит, а я отдал тебе, ну я говорю, ну все, брат, прости тогда, что тебе вообще напоминаю об этом, ну я как бы посчитал, что я забыл, потому что, ну, как еще поступить, если он говорит, что отдал, значит я забыл, ну второй раз уже ему никогда не дам. Да. там же говорится, что прощайте брату, когда он реально покаялся, а не просто так попросил прощения из корысти. Ну понятно. Но есть такие братья, которые в долг берут, и когда требуешь у него назад, он говорит, ну как, написано же, прощайте, какой же ты христианин, если ты не простил мне долго. Что в этом случае ему сказать? Не требуйте назад, даже написано. Когда даете в долг. Написано, не требуйте назад, да, у меня такое случилось, с родным сыном такое было. всегда деньги ему давал, давал, пап, займи. Я думаю, что-то дело нечистое, ну, займу ради воспитания. А он не отдает. И такое мне место приводит, он же умный, я же с ним занимался когда-то, потолкование, фишу-шу-шу-шу-шу-шу. Вот. Надо было вам привести четвертую, пятую заповедь. Сразу же. Скажи, одной заповеди устраняешь, сразу другую заповедь. Эта заповедь не выше, чем пятая, почитая отца и мать. А я ему, да, откуда ты знаешь, что я ему это сказал-то? Потому что в нужде брат, когда в нужде брат у тебя занимает и отдать не может, тогда ему прости. Я так понимаю. Да. Ну, когда не может, и он плачет и кается, а когда говорит, что не может и указывает на это место, что ты обязан мне простить. Я с этим не согласен. Нет, тогда, конечно, нет. Это обман уже. Мир вам. Можно я тоже скажу? У меня в этом плане очень большой опыт с моим братом. Он у меня такой молодой человек. Никогда он мне ни копейки не даст, чтобы не отдала я. А если я когда-то не отдала по забывчивости своей, ну, думаю, брат же, чушь, я же младшая сестра. Нет, он все помнит, все записано, он никому так просто ничего не... У него даже в огород зайди, дай снега твоего. Он такой, это мое. Ты у меня тогда как-то брал. У него очень четко распределено. У всех облечит сразу же. Вот в этом плане я не знаю, прав он или не прав, но я не обижаюсь. Мне кажется, он молодец, держит всех в рамках. Очень. Очень в рамках держит. У него даже, у него чего очень много, нет, я не осуждаю, я просто, у него даже если чего-то очень много, ну, вот дай, вот надо, купи. То есть, вот он чьи-то слабости, вот там, те там, что-то ты можешь, не можешь, это вообще никогда не бралось за слабость. Иди, заработай и купи. Не можешь? Заставь себя. Вот так, всегда было такое всю жизнь воспитание. А он родной верующего я не могу сказать. Вот мы вчера с ним виделись в больнице, хотелось мне ему рассказать, но вот не решилась. Ну, вот как-то вот второй раз вот он женат. То есть, он даже не женат пока. Ну, детей вот, смотрит за детьми. Ну, вот странно, в одной семье воспитывались, вот ты не знаешь, он верующий, не верующий, себя позиционирует с верующим, и ты не знаешь, прав он или не прав. который говорит, чтобы не воровали. А то, что взял и не отдал, это и есть воровство. Прикрываясь забывчивостью, прикрываясь, но он же брат родной, его же ограбить можно, он же простит. Да, у него опокается. Он очень прав. А, он опокается. Да, в этих мыслях. Нет, у меня... Он ограбить можно, он простит. Отца родного ограбить можно, он простит. Ну, простит-то простит, но Бог простит ли вам ваш грабеж? Нет, я обратно никогда не грабила. Он мне не позволял мне копейки его взять. У меня даже мысли-то не сняли. А если бы позволял? Наверное, тоже бы не взяла. У меня уже такого... Наверное. Вот надо вот, Наташенька, не наверное. Вот за это наверное кается тебе надо. чужого брать нельзя, прав твой брат на тысячу процентов. Как и я соглашусь, я его слушаю всегда. Дай Бог, что тебе Бог, брата такого. Да. Да, я слушаю всего. Вот слушайся, молодец. И в этом плане он хоть, хотя и не верующий, а правее оказался. Ну да. А как тогда... Нет, он правее, я нисколько не спорю. Он во многом жестче, он очень правый. Спасибо, Христос. А как тогда, если он брал у отца пенсию, когда ухаживал за отцом, сказал, это моя зарплата. Это вот, как на это реагировать? Правильно я сказал? Я знаю вашу ситуацию, если отец... как бы... он за ним ухаживал, он взял, он брал у него пенсию, говорил, это теперь моя зарплата. Вот как на это реагировать? Это воровство или не воровство? Вот мне вот очень интересно. А ты почему не ухаживала за отцом? Как это не ухаживала? Я до сих пор ухаживаю. Когда у меня отец заболел, моему ребенку полтора года было. То есть вы ухаживали вдвоем, а он зарплату забирал всю, а тебе не платил, получается? Он тебя воровал, получается? Или как? Нет, нет, нет. Он ухаживал за отцом, когда ребенку было полтора года. И я не могла за ним ухаживать, потому что я физически не могла. А у него ребенку было уже на тот момент 18-20 лет. Я ему сказала, занимайся. Ну, я нет, я ничего не требовала, ничего не брала. Я начала, я просто к нему ездила, к отцу, ухаживала. Ну, он с ним жил. Так вам больше воздастся, что вы переживаете-то? Нет, я-то вообще ни за что не переживаю. Мне просто интересно. обсуждать вам об этом и говорят, что не надо его обсуждать и думать об этом даже не надо. Зачем? То есть вы радуетесь, что у вас такая возможность. Когда даешь взаймы, будь готов к тому, чтобы тебе этот долг не вернут. Всегда. будь готова. Да, я к этому всегда готова. И даже не прошу теперь. И не просила. А у меня сестра, она все время нам деньги дает. И если ей отдаешь, она обижается жутко и все время это наши деньги, ну, нам деньги эти засовывают куда-нибудь. Но если она возьмет в долг, обязательно отдаст. Я говорю, не надо. Нет, все. Ей доставляет это удовольствие. Вот я считаю, это высший пилотаж, так скажем. Да, хорошие у вас родственники, хотя и неверующие. В этом плане они как настоящие верующие. Верные заповеди не укради. Как Игнатий Тихонович говорит, что благо давать лучше давать. Лучше отдать. Мне так кажется. Да, если вам предлагают, то лучше и не брать, если у вас нужды нет. потому что в таком случае вы обязаны чувствовать себя должниками. Вы взяли чужое. Вам помогли, а вам помощь-то и не нужна. Вы не нуждались. Отдай нуждающемуся, надо было тебе сказать. У меня нет нужды, я переживу без этого, без твоей помощи. Ну, с другой стороны, обидеть не хочется. Ну, я же от чистого сердца. А сказать, я не нуждаюсь, тоже не каждый может, но деньги все любим. Почему не? Паля, где Паля? Другое дело сказать, что на тебе денег, а можно я их потрачу там на добрые дела, отдам бедным? То есть, есть такой еще, который сам деньги раздает, а есть, который вот эти деньги распределяет. как он называется-то, раздаетель или... Попечитель. Попечитель, да. То есть, есть спонсоры, которые зарабатывают, а есть попечитель, который вот, Игнать Тихонич, у него самого ничего нету, но у всех опекает. Паля, Паля. Попробую у него взаимопопросить, не даст он никогда, у меня нету. А нуждающийся, который в нужде, всегда от него получит. Вот так и пример нам. Так, у нас час прошел. Вопросы, пожалуйста, к Игнаю Тихоновичу, у кого есть? А, сейчас прошел. Так, у меня вопрос по церковный суд. Вот мы сейчас проходили. Есть ли такое? Было ли? Или, может быть, в житиях святых, и когда это прекратилось, и было ли это вообще, чтобы вот церковный суд обращались, и церковные тяжбы решались справедливо, и почему этот институт утратился, если он был, я не знаю. Да, к вопросу, потому что ничто было, только почему устранили его? Ну, то, что он был, понятно. Раз апостол Павел об этом пишет, то он был. А почему его устранили, да? Ну, видишь, кто устранил, надо бы их спрашивать-то. А я отвечу, по небрежности и умышленно. Два варианта. По небрежности этого быть не может. Значит, умышленно сделать абсолютно бесправными рабов, священников и остальные. Это все архиерейские замашки. Суда нету, ничего нету. Вот у нас был тут епископ Максим Дмитриев, фамилия его, до нашего этого, митрополита. И он был как-то в Камне-Наби. Камень-Наби, это город называется тут, в Алтайском крае-то. И он говорил, что надо правильно крестить. А нам знакомый близко отец Павел Ермоленко, фамилия его. Ну, и вот он поехал что-то на прием к архиерею-то. А ему посоветовали, ты возьми магитофон, да чтобы запиши, задай ему вопрос о крещении-то. А потом священникам ты это покажешь. Ну, наверное, магитофонщик там звук какой-то издал или что. Он его тут раздел и отобрал магитофон у него. Отобрал крест на перстне серебряный, дорогой. И рязку снял с него. Это хулиганство. Без суда, без сего. Теперь обратиться, правило есть такое, в мирской суд священник не может обратиться. В любом месте, где на заводе, допустим, директор с мастера снял там, что-то украл у мастера, отнял, он может подать. Здесь обратиться нельзя. Но мне близко знакомый прокурор края. Я пошел проконсультироваться. Я говорю, как так вот бесправно снял и не отдает. И так уехал, отсюда не отдал. По мирским меркам вор. А мне прокурор говорит, и мы не можем еще сделать, потому что он не обращается. Если бы он обратился в этот суд, ну мы бы разобрались, отняли у него, все, заставили заплатить. Выгодно это, и они на это надеются. А священник попятился назад, не стал подавать в суд. А если бы думал уходить от них, подал бы и процесс выиграл. У нас было такое. Это Иннокиня. Ты помнишь, Ольга была? Она работала в церковной лавке при детской больнице или где? Милославская. Милославская. Ну и она ходила к нам на занятия. И даже здесь она приходила не один раз. Ее коснулось это сердце, и она поняла, что крестить неправильно. А тогда мы издавали на газетках, вкладыш в газету был, газету за наукой, университетская. И она с этой газетой научилась, а священники как? Приходят и по этажам лежат там матери с детьми. Кто не крещеный? Кто не крещеный? У нас тут дешевле, у нас 200 рублей, а в церкви 300. Он идет с чашкой. Ну, с чашкой кисточкой помажет или как. Она говорит, я с ними потом разговаривала, эти люди ничего не знают. А священник-то возьми ему, старков, Саша, это, Вячеслав-то. И говорит, да ты учи его, учи этих людей-то. И она стала их учить, она торгует церковными, от церкви, именно от епархии она торговала, там, крестики, брошюрки, свечки. Священник-то пришел и по этажам, а никто не берет. Почему все время новые люди поступают, они соглашались за меньшую плату по крещению-то. А они говорят, тут женщина ходила одна, одетая в такую одежду темную, она инакиня. И она сказала, что крестить и неправильно, и надо бесплатно. Как они взыграли на нее и выгнали ее оттуда, и не заплатили за последний или сколько, месяц. Выгнали ее. Но она говорит, вот такое дело, я говорю, да как же так, надо обратиться. Она обратилась в епархию, и в епархии ничего не отвечают, они прикрывают. Ну, явное дело, что беззаконие. Во-первых, выгнали незаконно, не заплатили, и в книжку, в трудовую ей не поставили, что она была, работала. Ее теперь на бирже труда не принимают. Я говорю, подавай волю в суд. А от которой роль адвоката играет, называется представитель. Я у нее был как адвокат-представитель. И она подала в суд. Ну, и пошли свидетели. Она не работала. А выходят эти, которые там, врачи, она говорит, она все время была вместе с нами в 8 часов до 5 вечера работала. Судья-то не была, не знает. но она записывает все, секретарь сидит. И дальше суд, она еще разворачивается. А от церкви священник, Титов Георгий, он маленько заикается так, ну, сильно. Когда вышли в коридор, тут объявили там, перерыв. Я ему говорю, отец Георгий, так, ну, вы же знаете, что она работала. Он говорит, знаем. А как же вы утверждаете, что она не работала? Да, кому что даже делать, если она в суд подала? Я так и ахнул. Да, как же это так-то? Ну, а я потом с этой Ниной Васильевной, Жимаедова, судья, я с ней встретился, она на нашей улице жила. Я говорю, а как вы догадались, что они врут? Я, говорит, сразу поняла, что они врут. Понятно? И они этот суд проиграли, но заплатили мало, там, немножко ей. Суд постановил, что поставили ей, как она уволилась, и заплатили. Она мало заплатили, она подала снова в краевой суд теперь, не в районы, и опять выиграла. Вот и всё. А как бы церковный-то суд был, ну, нормальные люди, имеющие совесть, хотя бы в зачатке, в эмбриональном состоянии, а они бы сказали, да, мы поступили неправильно, варварски. В первую очередь не крестят. И она выполняла работу священников, шулеров, обманщиков. Тут всё абсолютно, ну, патриархия, я называю тройная ложь везде. Ложь между священниками, старших перед младшими, и перед пастрой. Всё лгут непрерывно. Ну, и она выиграла всё это. Вот так. Тут я слышал, кто-то за больным ухаживает, как, раз за больным ухаживает, отцовская пенсия, если больше никто не ухаживает, это его законная добыча. Давайте вопросы. Конечно. Человек, если лежит, ему это никуда не идёт, а так это на него и идёт, по сути. Всё правильно. Вопросов нет. Ну, если он уходит на работу, а тут сестра ухаживает, надо пополам делить. Тем более, он вынужден не работать, а ставить работу с сиделкой, и у него семья тоже. Может оформить, ухаживает за больными, и ему будут платить. На опекунство. Не платят. Что вы? 1300 только даёт. Всё опекунство, уход давно уже оформленный. Ну как, нет, в чём мы говорим? Хочу сказать. Только дают 1300, а остальное это как бы и всё. Ну вот, допустим, у нас тут знакомый один русик, Гусейнов. Ну и он поехал в Италию, и там его устроили работать, он врач, ухаживает за больными. В Германии тоже хорошо платят. Люди работают. Валентина Стартисон тут бывает, её можно было спросить, я её не вижу сегодня. Валентина Дмитриевна, у вас там, которые ухаживают люди, за больными, хорошо платят? Да, хорошо. Вот, не 100 рублей в месяц-то? Ну нет, у меня вот внучка закончила, вот это, она 5 лет училась, кстати, до этого дела, у неё 2000-й рай выходит. Ну, я думаю, что это нормально. Ну, вот я знаю, у нас тут была Марина, Христенко, так она поехала работать, кажется, в Германию, а может, в другое какое-то государство. И она с дочерью, дочь у ней. И она, говорит, хорошо платит. Ну, вот они ухаживают за богатыми людьми, живут у них, с Польши очень много приезжают, из Германии таких людей. Да, это уже платят те, за кем они ухаживают конкретно. Это старые, больные, богатые люди. Ну, вот видишь как, ну, а как по-другому-то? А я думала, что это фальшиво, если брать ещё пенсию. Я слышал другое, в Германии приезжают разные там арабы, чёрные-то, и они, им государство, Меркель, Ангела, Меркель-то, платят деньги им за то, что дети есть, как материнские или какие. А у них ребят что-то много, и они не работают. Получают, говорит, больше, чем немец, который работает. Их содержат, они не работают, все люди на работе, они кофе пьют. Вот. На улице. В рабочий день. У меня знакомый был, переписывался я с ним, фамилия Фактор, Фактор, еврей, в Иерусалиме. И у них сын в коляске. Ну, он мне нравился, я говорю, вот во сколько за ним ухаживает, а мне он ближе всех, такой же, на меня похожий. Ух, тебя сидит там в коляске. Они столько, говорит, получаем, можем даем мне работать. О, телефон там звенит. У меня? Да. А тут нету Изотова-то нашего, Евгения-то? Был здесь. Евгений, пару слов. Да-да, слушаю. Ты помнишь, нет, принес банку, меду сюда. Да-да, было такое. Вот, я его хотел отдать бульдозеристу, ты не против? Да, конечно, дай бог. Но он не пришел, он не пришел, я ему звонил-звонил, она у меня так и стоит. Дальше. Мед у вас, это, настоящий с пасеки? Не-не, сахар-поригнатый? Не, настоящий. Ну, это его для лекарства себе-то да, закапывать глаз. Конечно, настоящий, это с личной пасеки, с пасеки, с отца. Ну, все тогда, благодарю. Там, где тот не взял, теперь оно мне сгодилось, а у меня застоявшийся старый мед, а этот мягкий. Благодарю. Да. Это был большой монастырь, у него 11, кажется, тысяч монахов было, у Пахомия-то. И кто-то, какой-то приехал человек и подарил яблоко, большое, красивое яблоко. Ну, и куда? Кому-то дал. Тот думает, я что буду есть-то? Надо авиа подарить-то. Ну, и подарили ему. А он взял это яблоко-то, подержал, а что, маленький какой, ребенок, что ли-то? У нас есть больничка. Он в больничку туда отправил больному, а больной посмотрел на яблоко, так я и так помираю, так а мне яблоко, зачем оно нужно есть? Отдал другому. И 11 тысяч человек. Никто не знали, от кого пришло яблоко. И в конце концов, ему к нему опять же в руки и пришло. И он весьма удивился, какие у него хорошие монахи. Никто не слопал яблоко. Так бывает так. Так и мед я свой вот вспомнил как раз. Ни бульдарист не взял, никто и тут стоял, а сегодня я вот сейчас сделал из него, закапал глаз. Благодарю, Евгений. Спасибо, Христос. Бог, чтобы помогло. Вот видите, вот он у вас и остался. Вам вез, у вас и остался. Так. Давай вопросы. Вопросы. Она все просматривает в записи. Ну и хорошо. И благодарит всех. За то, что представляют. Да. Хорошо поклон. И вам от нее тоже поклон. Это мы в Германии были и нам подарили коврик для собаки и сушки, которые она любит. Ураган. И дали там какие-то рыбы, запечатанные в такие целлофановые, как коробочки маленькие. Очень хорошие. Какой-то пантус. Пантус или кто там? Форель. Форель. Так мы, я тут и в шок привел своих, сопроводая, двое-то, шопера и Виктора. Я ее делил с ураганом пополам. Ураган того достоин. Смеху-то было, говорит. У меня сливки мы поделили, по бутылке сливок нам Глушков подарил. Я с ним тоже с ураганом пополам. Он у меня его Сережа-то дал. Так он приехал, блестит. Сергей подивился, говорит, какой он гладкий-то. Рыку поднимает брат Сергей. Ну давайте вопросы. Женя, задавай. Хотел узнать, а вот по поводу оглашенных, вот с оглашенными, вот как бы понятно, что те, кто до крещения готовятся, а вот те, кто под эпидемию попадают, они тоже выходят соглашенные? Точно так же. Вместе. У нас одно время тут выходили 10 человек в коридоре стояли. Молились. Не то, что там встали, ушли куда-то. Нет. Ну просто они дальше главные двери, которые в храм ведет, притвор, так скажем. Говорят, что нельзя сделать. Вот мы как раз общину-то, Господь помог нам создать, и мы доказали, что все правила можно выполнять. Ни торговли нету, ни с тарелкой не ходят. И живем, все есть. Включили десятины святую, и все стало на место. А где торговля есть, там десятину не надо платить. Зачем она, когда не нарушает порядок? А почему священники не берут? Да потому что десятина-то твоя там слеза куриная. Он-то берет сколько за все? Они придумали машины освещать один-полтора процента от стоимости машины. А подержать такие машины будь здоров. Ну вот так вот вот так вот устроились, вот так вот они. Ну это страха Божьего нету, если все правила убирать и наплевательски к ним относиться. Конечно. Игнатий Тихонович, Ярош Виктор, город Днепродзержинск. Вопрос такой. Недавно размышлял я насчет общин Потеряевской и Барнаульской. Рассуждал я насчет того, что в Потеряевской общине там больше основано, скажем так, взаимоотношения на труде общим. Как общая литургия, точно так же, там общий труд. И вот как на Ваш взгляд, какая община сильнее? Барнаульская потеряется? Нету общего труда. Каждый трудится в своем огороде, в своем доме. У нас не коммуна. Один держит всего в вещах, а у другого один баран. Ну, помощь-то есть друг к другу. Как бы, если, скажем так... никакой помощи нет, потому что каждый живет сам. И никто не просит помощи. У нас не принято это. А вот когда приезжали, строили дом, тогда в стройке помогают трудом. Или где-то что-то осталось. Там все приезжают. Какой помощь-то какая? Нету... Ну, вот я, исходя из этого, и подумал, что когда есть какое-то общее дело, то как бы получается крепче. Крепче взаимоотношения друг с другом у людей совершенно по-другому строятся. Теоретически, да. Ну, наверное, и на практике, если строить общий дом. На практике, понимаете, вот даже сейчас траншею надо рыть, снег убирать, чтобы вода пошла, так русло. Не каждый приходит. А у нас в уставе написано, от общих дел не отрекаться. Один везде приходит, а другой у него то сердце болит, то камни не вышли. Ну, это несознательность, скорее всего. Ну, бог им судья. Дело в том, что общий труд редко. Храм строили, когда общие. Да. А вот дороги мы делали. Дороги. Это страшно дорогое удовольствие. Пруды прудили. Ну, раз или два не пришли, дальше и все. Каждый себя делает. Каждый работает. Где-то не доделанно. А мы тут два-три человека и не просим никогда. Бывает иногда что-то срочное. Ну, прям, ну, никак нельзя. Тогда обращаемся. Вода течет, прорвало. Ну, тут уже все прибегают. И это правильно. У нас никому на. Мы приехали, ни у меня, ни у Володи, ни был Никита, у нас еще нету хозяйства. Там мы свободные. Поэтому мы свободно работаем. Я бульдозер нанимаю. Тут мне приходится нанимать. Вот платформа привезет бульдозер и отвезет 50 тысяч. При пенсии моей в 8 тысяч, а было 6 тысяч. Не больно то развернешься. Но вот Бог так делает, что у меня приезжают они, у меня сразу деньги. Откуда еще его не знаю. вот сейчас показываю сегодня, рассказываю. Вот телефончик знакомый, сын нашей сестры купил мне. Хотел хорошее там вот эти разные. Я не взял. Он пошел туда. Самый маленький взял. Вот этот вот. Я не звоню. Только мне звонят. Я записываю. Записываю. Сегодня сколько? Завтра убывает. А я не звоню. У убывает. В прошлом году я пошел и сказал вы с меня посмотрели да. А за что? услугу? А какую услугу? Что-то там мелит там ну такое прямо чуть не больным танцем мучит меня. Ну я говорю не делал я этого не было и вы не давали ничего мне это убрать надо. А они никак. Ну я посчитал сколько заплатить и нет. А там прям рядом краевая прокуратура. Я пошел в Краевую прокуратуру в комитет по правам человека и МВД краю. Мы еще едем я домой еще только подъезжаю но посмотрел они мне переслали сколько там полторы две тысячи взяли с меня еще 50 рублей добавили Билайн Вот я сейчас записываю съездили сестра меня Галина свозила к ним ну и маленько так поговорили почему вы снимаете это с меня как не стыдно а то вас хватаете все и вот вернулся домой у меня сколько там лежит гляжу на тысячу прибавилось потом еще на полторы вчера но всем наказываю мне если еще кто хочет через меня деньги нуждающимся из которых я ни рубля еще за всю жизнь не взял то только на карточку с телефона трудно снимать и много платит за это полторы тысячи просят я ушел вчера встаю за ночь 6 тысяч кто-то прислал кто сегодня встал еще 3 тысячи добавили кто я телефон отдаю у кого там много детей все они снимают я их денег не вижу и на деньгах моих отпечатков нету я их не знаю ну высчитывают полторы тысячи это пропащие никогда на телефон не посылайте я не звоню 10% комиссия вот так нет не проценты они я говорю вот они сейчас заплатить полторы тысячи я говорю а если я сейчас я не согласен кто доходи на кого говорит полторы тысячи положено пусть у меня больше будет отложить еще пусть еще набежит кто посылает не знаю ну я так понимаю что и как на общий труд так и на благовестие тоже доходят было было там было когда было это большие суммы посылали при том завтра ехать денег нету за ночь присылает один 100 тысяч другой 200 тысяч и мы съездили вернулись все сохранили господь сохранил в швеции когда сломали сломалась машина отсюда поступил звонок машину бросайте сейчас переводим деньги покупайте новую такую же иномарку едете дальше я так и ахнул да никогда на это не пойду да вы не только сохраняете но и приумножаете как мы проехали это не 2 километра 120 тысяч километров проехали три раза по экватору землю опоясали 650 городов и сел подарили по полному комплекту книг на 35 миллионов подарок сделали да во славу божию да во славу божию Игнатий Тихонович а можно вам вопрос да можно дорогая давай скажите пожалуйста вот про десятину интересно вот хочу узнать все таки а вот мне оплачивать ли эту десятину допустим с какой суммы вот если мои по закону который я заработала там 1300 то есть мне вот с этой суммы нужно оплатить эту десятину а вот отцовая пенсия ее не трогать там не надо трогать и так понимаю сего согласия сего согласия понятно хорошо десяти но если на меня выйдете у меня есть такая десятина стихотворение такое 36 строчек и напротив каждой строчки место писания библии глава и стих откуда взято хорошо потому что десятина нам не принадлежит мы ничего не теряем господь не говорит ну дайте мне от вашего-то десятую часть он не так говорит бог почему вы обкрадываете меня то есть я дал вам в руки чтобы вы дали ее а вы не даете меня обкрадываете что тут непонятно-то Иоанн Златоуст говорит земля бог дает землю ну возьми его в соратники себе раз земля под тобой есть ну бог ее дал то с ним надо поделиться воздух дал солнце дал биение сердца работу желание работать и не просит пополам давай мы же компаньоны нет десятую сейчас всего десятую почему же люди не ревнуют об этом апостолы платили сто процентов к ногам апост к апостолам приходили люди и ложили все ревности нету и притом я вот считал в Америке там самые первые миллиардеры там Морган один Рокфеллер и он говорит вот я разбогател я сам не знаю как разбогател стал миллиардером а как ягод положил с первого дня сколько бы я не заработал а он зарабатывал продавал шляпки в магазине брал продавал десятину платить он мормон мормоны такая есть еретическая секта ну а теперь у него доход миллиарды и он с них платит у них там миллионы в месяц вот как даже еретика и то Бог благословил да спаси Христос а еще вот такой вопрос у меня возникает когда мы с мужем разговариваем я ему говорю что там что-то там говорю что вот так-то так в Писании написано на что мне всегда говорится ну почему так конкретно все поступать в жизни совсем разные бывают ситуации нужно смотреть шире там и вправо и влево ну не так чтобы прямо вот все вот прямо вот так вот как мне вот на это вот я даже стою и не знаю что сказать после этого посмотря какое дело бери по высшей шкале всегда там дальше видно будет написано бегите на ресталище на стадионе многие бегут а награду получает один и так бегите чтобы получить вот ты образно понимай это я вот людям когда разговариваю я себе не приписываю ничего просто хвалюсь Господом я первый раз услышал о десятине в 23 года я никогда не слышал Евангелия не было в руках но когда я услышал и Господь говорит испытайте меня Бога испытывать можно хотя бы в этом десятина не открою ли небо источники не пролью ли на вас золотые дожди я вот услышал первый раз сижу я 23 года у меня фотографии есть оттуда 100% здоровье работаю на корабле там все у меня есть а внутри пустота оно не занято Христом и когда я услышал о десятине и что Бог будет благословлять я внутренне решил я буду платить ни с кем не советую 9 десятин 100 рублей заработал 90 отдам и вот 58 лет так прожил поэтому всегда на 2-3 работах работал я просто говорю что можно делать это это Бог делает и всегда считал себя осчастливленным что мне Бог положил это на сердце я по сей день не встречал чтобы кто-то платил так вот и все бежим на Ристалище а один получает награду и так в любом вопросе дорогой сон надо урезать сон я забунтовал одно время ну как так 7 часов ну что ж такое третья часть жизни и стал сокращать и довел сон до 2,5 часов в сутки ниже попробовал не тянет организм я остановился я говорю опытом делюсь начнешь говорить прям умирают от страха все благодарю во всем надо себя сокращать вот у меня на квартире жили студенты были девчонки жили а комната вся с кухней совсем 12,8 квадратных метра тут мастерских две студия гостиная туалет все вот в этих 13 квадратах и жили у меня девчонки на квартире с племянницей где учились и мне где было жить конечно я за всю жизнь ни одного рубля за квартиру не брал а теперь их надо помыть а у меня на работе там душевую сделали то они ко мне приходили и мылись ну я говорил им вот сколько вам родители платят столько но мы договорились теми деньгами на питание 25 рублей в месяц согласны конечно мы больше тратили но у нас все будет на столе надежда васильна пирожница такая ну вот смотрите мы положили в общий котел вместе не прячем а вот тут я кладу десятину вот здесь она рядом вот если мы не съедим на 25 рублей то она здесь 10 человек по десятке сэкономили если до 10 это уже 100 рублей у меня зарплата сторожа 72 рубля вы согласны что мы ее подвинем к милостыне к десятине вот так у меня знакомый один Саша Долгов его не было с нами 4 или 5 лет он работал катапилар называется кажется этот американский бульдозер работал на золотых приисках где-то в Магадане или где вернулся и опять к нам решил пристать я говорю Саша ты сколько лет не был 5 лет а ты много зарабатывал ну хорошо а ты можешь подсчитать десятую часть за 5 лет сколько будет он говорит да у меня деньги если подсчитал у него как раз только сколько у него осталось я говорю если деньги это отдашь примем в нашу в общину а не дашь значит а общины не было тогда просто гости собирались чтобы с нами быть вместе я говорю отдам ну давай иди получай когда получил он эти деньги теперь я говорю куда бы ты хотел их ну куда вам отдам так мне это не надо не надо надо отдать знаешь куда где голодные о здорово я говорю а если голодно духовно тем более я говорю так вот у баптистов у отделенных совет церквей у них где-то в прибалтике выпускают новые заветы и мы сейчас пойдем к баптистскому пресвитеру и ты своей рукой ему подашь когда люди узнают а вы баптистов подкармливаете мы работников подкармливаем оттуда тысячами шли евангелия в советское это время это вообще было вот так бог положил на сердце и мы копили деньги и относили к баптистам деревни не было у нас еще не было ну что все наверное а молодцы давай да наверное уже больше время прошло ну да сергей павлович давай отпускай пасту свою даю поистине достойно прославлять тебя богородицу всегда блаженна непорочная матерь бога нашего ты достойна большей почести чем херувимы по славе своей несравненно выше серафима ты без болезни родила бога слово и как истинную богородицу мы тебя величаем а все разошлись почти мало людей я никого не знаю пускай Валентина Дмитрина с Арсисон помолится микрофон наверное забыли включить ну пускай помолится Евгений простите я забыла включить микрофон сижу молюсь о себе во имя отца и сына и святого духа аминь милосердный создатель милостивый Господь сотворивший все видимое и невидимое мы пристали пред твоим величием и просим Господи тебя прими наши молитвы прими наши многократные благодарения за все милости оказаны тобой и нам мы благодарим тебя Господи за то что ты духом твоим святым собрал нас здесь объединил нас в вере и истине и даешь возможность нам заниматься изучать твое священное писание Господи сделай так чтобы мы были не только не слушать не только слушатели слов твоих но и исполнители прости Господи нас в чем мы здесь сегодня согрешили услышь нашу молитву и что мы согрешили в этих занятиях исправь нас сохрани нас Господи Святой Православной Церкви благословен ты Господи мы тебе славу высылаем Отец Сын и Святой Дух Аминь 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 Кто согласен всегда говорите Аминь Аминь Спаси Христос Аминь Слава Христу Аминь Аминь Спаси Христос Ох как хорошо с вами быть Аминь Благодарю за молитву я немножко ожил кто совсем помирал тут сидел Аминь Спаси Христос Аминь Кhost Салфу